Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу День, студия Татьяны Захарова. В начале выпуска о главных его темах. В День работника промышленности главный конструктор метровагон Маша Алексей Колесин получил знак губернатора за труды и усердия. Весенний призыв подходит к концу. Как он проходит в Матищинском районе? Купальный сезон в разгаре. Сотрудники МЧС патрулируют акваторию. Об этом и многом другом в материалах наших корреспондентов. Восьмой раз в начале июля отмечается День работника промышленности Московской области. По традиции в этот день принято подводить итоги и строить планы будущих проектов. В Доме правительства Московской области, исполняющий обязанности главы региона Андрей Воробьев, в торжественной обстановке вручил работникам промышленности и связи знаки губернатора. Промышленность Подмосковья – это огромный научно-технический комплекс, по своим возможностям сравнимый с крупным европейским государством. В прежние годы он был еще мощнее. Крупнейшие предприятия машиностроения поставляли продукцию в десятки стран мира. Лучшие инженеры, конструкторы, рабочие получали золотые звезды героев за выдающиеся достижения за создание новых технологий и оборудования, не уступающего лучшим мировым образцам. Токарь-карусельчик Владимир Михайлович Юрыгин получил свои золотые звезды на заводе тяжелого машиностроения в электростале. А бронзовый бюст дважды героя соцтруда отливали на одном из предприятий в Мытищах. Нам нужно, как говорится, наладить снова машиностроение, потому что без машиностроения нельзя. Торжество началось с выставки достижений. Небольшая экспозиция информационных стендов знакомилась с крупнейшими промышленными предприятиями области. Особый интерес у руководителей области вызвала экспозиция легендарного мытищинского завода «Метровагонмаш». Комплексная программа развития транспорта под Москвой приоритетна. Исполняющий обязанности губернатор Андрей Воробьев возлагает на нее основные надежды. А без нового железнодорожного транспорта она просто немыслима. Сегодня мытищинское машиностроение, транспортное в частности, это одна из немногих конкурентоспособных отраслей промышленности в нашем отечестве, к сожалению. Но мы реально выступаем на уровне, как минимум, не хуже лучших мировых брендов, в чем-то даже лучше. Алексей Колесин получил из рук Андрея Воробьева знак губернатора за труды и усердие. Также знаком губернатора Московской области «Благодарю» награжден коллектив «Конструкторское бюро автотранспортного оборудования». Такую же награду получила Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». Андрей Воробьев вручил ее директору Вячеславу Хрящеву. Эти награды – оценка уже сделанного сегодня. И промышленники ждут большой работы и внимания государства к проблемам их отрасли. Мы будем говорить как раз о профессиональных кадрах, потому что успех дают люди. Таланты определяют успех. И, соответственно, жилье для молодых специалистов. Вот эти две темы, я точно знаю, волнуют всех наших промышленников, на чьих предприятиях трудятся молодые, опытные, разные, но очень добросовестные люди нашей страны. С наступающим праздником! Галина Данилова, Сергей Берзин, Олег Степанов. Информационная программа «День». Какая судьба уготовлена подмосковным рынком? Об этом шла речь на пресс-конференции с участием министра потребительского рынка и услуг Московской области Екатерины Семеновой. С 1 января все подмосковные рынки должны были уйти под крышу. Каковы же успехи сегодня, узнавал наш корреспондент. Предварительная работа в рамках полномочий Министерства потребительского рынка и услуг Московской области велась с ноября 2012 года совместно с главами муниципальных образований. Главы письменно уведомили соответствующие управляющие компании, которые осуществляют свою деятельность в качестве розничных рынков, о том, что с 1 января этого года они должны быть закрыты. Это требование относилось к тем рынкам, которые не соответствуют федеральному законодательству, то есть не имеют капитальных зданий и сооружений, как предписывает 271-й федеральный закон. Действительно, с 1 января все рынки должны перейти в капитальные здания и строения. То есть должны закончиться эти развалы, Шанхай, весь этот бардак, который сопровождается такого рода стихийными объектами. Безусловно, на таких объектах возникает сразу масса проблем, которые связаны, во-первых, с теневым бизнесом, с недобросовестной предпринимательской деятельностью. Безусловно, криминогенная составляющая, потому что, Петр, вы правильно подчеркнули, что вокруг таких объектов собирается множество людей с криминальным прошлым и с криминальными услугами, с криминальным настоящим. Одновременно с этим областная межведомственная комиссия по вопросам розничных рынков, в состав которой входят контрольные и надзорные органы, начала проверки всех торговых объектов, как санкционированных, так и несанкционированных. С начала года было рассмотрено 152 розничных рынка и других торговых объектов, признанных таковыми в 19 муниципальных образованиях, в том числе в Матищинском, Одинцовском и Красногорском районах, городах Балаши, Хириотове, Химках, Толгопрудном, Звенигороде и Лобни. Федеральная миграционная служба проводит постоянные рейды по этим объектам, выявляя нелегалов. Нелегалы живут в антисанитарных условиях, которые в том числе и влекут за собой бытовые катастрофы, которые выражаются в пожарах, в перестрелке и вот в такого рода криминогенных факторах. Безусловно, погибают люди. У нас это не первый случай, не так давно, в Балашке несколько месяцев назад, в части именно передела взаимоотношений, был поджог, сгорели два человека. До этого тоже в Светматищинском районе подобного рода несколько раз были пожары. Поэтому, конечно, всё это нужно, безусловно, прекращать. Подмосковье не отказывается от розничной и рыночной торговли. Речь идёт о том, чтобы развивать цивилизованную и качественную торговлю. Есть огромный спрос со стороны потребителей и не менее огромный спрос со стороны подмосковных сельхозпроизводителей, фермеров, частных домашних хозяйств. Для удовлетворения этих потребностей нужны современные торговые площадки, розничные рынки. Я могу сказать, по Матичинской ярмарке, действительно, это один из самых крупных объектов, но сама территория Матичинской ярмарки, как это визуально принято воспринимать, она содержала как раз четыре рынка. И два из них закрыты. Сама Матичинская ярмарка находится в реконструкции. Надо сказать, что очень многие управляющие компании, ну, может быть, не очень, но многие управляющие компании, вполне добросовестно и адекватно относятся к пониманию того, что действительно это всё надо сносить. Сносит. Новый формат розничного рынка предусматривает, что в капитальных зданиях можно будет торговать не только продуктами питания, но и непродовольственными товарами. Оказывать населению бытовые услуги, организовывать точки общественного питания. В качестве такого положительного примера министр отметила Матичинский экобазар. В министерстве посчитали, что потенциал Московской области 438 розничных рынков. Минимальная площадь рынка составит 300 квадратных метров для малых населённых пунктов, максимально до 16 тысяч квадратных метров для крупных. Первоочередная задача при развитии розничной рыночной торговли – поддержка сельхозпроизводителей и фермеров Подмосковья. Продажа качественной и безопасной продукции в комфортных условиях выгодна и производителям, и потребителям, жителям нашего региона. Марина Стафунина, Денис Петров, информационная программа «День». Сегодня на оперативном совещании в район администрации подвели итоги недели и обсудили актуальные на сегодня вопросы, в том числе о счетах по оплате отопления общедомовых нужд. С подробностями Татьяна Короткова. Директор муниципального предприятия управления заказчика ЖКХ Андрей Сидоров представил на совещании развернутый доклад, подробно остановившись на корректирующих счетах за услуги по холодному водоснабжению и отоплению. Из чего складывается сумма по их оплате? Почему в июньских квитанциях она оказалась завышенной? Какие обстоятельства привели к необходимости произвести перерасчет и что могло произойти, если бы это не сделали? В избежание отключения подачи, ограничения отключения по холодной воде, ограничения по услуге теплоснабжения, вот были подготовлены такие корректирующие счета. Разъяснения давались в средствах массовой информации на приеме граждан. Есть они на сайтах городского поселения Мытища и управления заказчика ЖКХ. Но поскольку в некоторых случаях сумма, указанная в квитанциях, была весьма внушительной и даже превышала общий счет за квартплату, что объяснение мытищенцев не убедили. Многие настаивают на проверке данных и перерасчете. Отреагировать на требования сразу оказалось проблематичным. А теперь в сложившейся ситуации будет разбираться комиссия, созданная в городском поселении Мытища. Глава района Виктор Азаров тоже уверен в необходимости проверки данных по тем квитанциям, где сумму начисления жители признают спорной. На оперативном совещании по итогам недели затрагивались и другие вопросы. В частности, прозвучала информация о ходе реализации долгосрочной целевой программы по развитию туризма в Мытищенском районе. Татьяна Короткова, Олег Степанов, информационная программа «День». Подходит к концу весенний призыв. Все больше молодых людей отправляется на службу в армию. Наш корреспондент побывала на призывной комиссии и пообщалась с сегодняшними призывниками. 145 призывников. Такое количество определил областной военный комиссариат для Мытищенского района. Несмотря на то, что призыв еще не закончился, план можно считать выполненным. На сегодняшний день 193 юноши признаны годными к службе в армии. В этот весенний призыв мы абсолютно реально почувствовали, что призывной контингент идет в более высокой степени готовности. И если у призывников есть какие-то ограничения, а такие допускаются в соответствии с послами правительства и законам военной службы, ограничения имеются, мы даже этих призывников оставляем прозапас. Члены комиссии отмечают, положительная демографическая ситуация безусловно отразилась и на призывном ресурсе нашего района. Контингент сегодняшних призывников качественно изменился в сравнении с 90-ми годами. Сегодня в глазах юношей все чаще считается решительность и уверенность, присущие настоящим мужчинам. В последние 3, 5, 6 лет ребята приходят с осознанием того, куда они приходят, зачем они приходят сюда, куда они будут направлены. Это радует. Но и тех, кто предпочитает принести пользу родине другим образом, не связанным с воинской службой, тоже немало. К армию отношусь положительно, но будущее более карьерное. То есть сначала закончить университет и получить образование лучше. Во многом отношения молодого человека к службе в армии формируют его родные и близкие. Не пройдя это, молодой человек просто, не знаю, теряется и не может состояться как мужчина, как ведущий звено не только в семье и в народе, но и в общественных и государственных организациях. По словам членов призывной комиссии, в последнее время нередко удается встретить патриотично настроенных молодых людей, которые прерывают свое обучение в высших учебных заведениях и, беря академический отпуск, отправляются на службу. Ответственное отношение юношей к исполнению воинского долга внушает надежду на достойное будущее нашей страны. Алина Мухина, Алексей Илюшин, информационная программа «День». На днях сотрудники отдела природопользования района администрации совместно с воспитанниками детско-юношеского центра «Турист» провели субботник на территории родника в деревне Красная Горка. После уборки участники устроили настоящее чаепитие в мытищах, воду набирали в роднике и кипятили в самоваре. В рамках Всероссийской экологической акции «Родники Подмосковья» сотрудники отдела природопользования районной администрации и Роспотребнадзора совместно с воспитанниками детско-юношеского центра «Турист» обследовали четыре мытищинских родника. По результатам анализов, которых мы получили от Роспотребнадзора, выявилось, что из четырёх родников только один соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Это как раз родник в деревне Красная Горка. Сейчас их уже три, самому старому более 20 лет. И не случайно вода в родниках соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. С момента появления здесь первого источника за его чистотой и порядком наблюдают два пенсионера – жители Лобни и Красной Горки. Михаил Александрович и Алексей Кузьмич собственными силами соорудили два домика под родники, выложили подход к ним плиткой. Чтобы автовладельцы не въезжали на машинах прямо на территорию и не засоряли вредными веществами воду, оградили место забором и посадили деревья. Михаил Елисеенков регулярно косит траву и собирает мусор. Уборки приходится проводить еженедельно. Раз в неделю периодически. Бывают крупные такие уборки, как очень весной и среди лета, когда начинает трава в этом году мощная. Косить, вывозить мусор. Ну, раз в неделю, может быть, раз в 10 дней. Всеми силами мужчины стараются максимально продлить жизнь родника. Ведь за водой люди приезжают отовсюду. Главное, завсегдата и жители Лобни и Долгопрудного. Вода в этих населенных пунктах особенно грязная. Люди просто умоляют, только сохраните, чтобы он остался. Мне бы было очень важно, чтобы у людей возникло понимание, что здесь люди трудятся безвозмездно, бесплатно, для того, чтобы пользовались этим благом, который природа нам дает. Может быть, сам Бог посылает такие вот… Это крайне очень для Подмосковья редкость. Чистая вода. Поэтому такая, может быть, просьба. Если кто-то приезжает, максимально внимательно. Но с собаками не заходить. В этот раз на помощь Михаилу Александровичу приехали юные экологи из Центра «Турист». Ребята убирали скошенную траву и мусор. К сожалению, проблемы загрязнения окружающей среды очень актуальны сегодня. И ребята хотят исправить ситуацию. Эта проблема есть не только на родниках. Так что, я думаю, тут просто уже надо задумываться о том, как люди вообще относятся к своей природе и к своему дому, в котором они живут. А что касается родников, то поскольку мы все-таки, так скажем, курируем их и исследуем с некоторой периодичностью, то там вполне себе прилично. Конечно же, как настоящие экологи, ребята не упустили возможности взять пробу воды в родниках и исследовать ее состояние. Мы приехали сегодня с целью изучать родник Мутищинский в Красных Горках. Потому что мы раньше изучали разные Мутищинские родники. И, в принципе, нам это, как всегда, интересно. Родная земля, родная вода. Интересно знать, что у нас есть и как этим пользоваться правильно. Потом на базе полученных результатов воспитанники Центра напишут исследовательские работы, отправиться с ними на экологические слеты. Мы уже уезжаем 3 августа, первая всероссийская. Будет экспедиция на Селигере. И 20 августа, где мы только день побудем дома, мы уезжаем в Луховицы. Это подмосковный слет экологов, где каждый эколог из городов Подмосковья будут рассказывать губернатору о своей земле. Поэтому нам хочется как раз сказать, что знаменитое чаепитие все-таки продолжает существовать. И, по крайней мере, из этого родника пить воду можно. Помимо уборки территории, ребята насладились природой и хорошей погодой. Завершился субботник чаепития. Воду брали в родниках и кипятили в самоваре. Участники акции надеются, что люди станут относиться к природе бережнее и перестанут ее загрязнять. И тогда традиционно будет только одна часть мероприятия – чаепитие, а никак не уборка. Татьяна Захарова, Максим Назаров, информационная программа «День». Я давно хотел в свою квартиру. Не думал, что меня могут обмануть. Я же не юрист. Я не должен знать все законы. Соседок покупают. Я хотел зарегистрировать договор, но меня убедили, что и так все в порядке. Решила, была не была – блок выгорит. Ну да, обманутый дольщик. Принимай взрослые решения. Знай закон и стройся. МЧС предупреждает. Сохраняйте спокойствие. Воспользуйтесь планом эвакуации. Вы можете погибнуть. Сохрани себя. Купальный сезон в разгаре. Жители и гости нашего района отдыхают на пляжах Матищинских водохранилищ. О том, что отдых у воды не терпит беспечности, многие слышать не хотят. Поэтому сотрудники МЧС с утра до позднего вечера патрулируют акваторию. Подробности в репортаже Надежды Трифоновой. Каждый день столбик термометра поднимается до 30-ти градусной отметки. Поэтому даже в будни на пляжах водохранилищ Матищинского района яблоку негде упасть. Наслаждаясь прохладой у воды, горожане отключаются от всех проблем. В том числе зачастую не думают и о своей безопасности. Как, например, эти дамы на надувном матрасе. Девушки, не забывайте забудьки. Давайте назад, скажем, быстрее. Каждый день с утра и до позднего вечера сотрудники водно-спасательной станции патрулируют акваторию. Они призывают отдыхающих к порядку, напоминают им правила безопасности. Следить за тем, чтобы веселье не закончилось трагедией, спасателям помогают работники пляжей. На специально оборудованных для купания площадках есть все необходимое, в том числе и для оказания первой помощи тонущим. Существуют и другие причины, по которым не стоит лезть в воду там, где установлена табличка «Купание запрещено». Вы можете повредить ногу, наткнуться на какое-нибудь стекло. Или даже был такой случай, человек купался и попал в сети, которые поставили рыбаки. Поэтому здесь однозначно купаться на необорудованных пляжах нельзя. Также лучше отказаться от водных процедур, если вы употребили алкоголь или слишком долго находились на солнце. Разность температур, поэтому может происходить спазм сосуда. В головной мозг поступает меньше кислорода с кровью. И здесь, может быть, человек уже не будет себя чувствовать неадекватно, головокружение. И от этого он тоже может потерять ориентирование и утонуть. Но, к сожалению, не все прислушиваются к советам сотрудников МЧС. Только за один месяц утонули двое, а восемь человек теперь обязаны спасателям жизнью. Некогда присесть и сотрудникам ГИМС. Различные развлечения на воде сегодня очень популярны среди горожан. Одно из них – водные лыжи. Требует от отдыхающих не только хорошей физической формы, но и соблюдения некоторых правил. У вас должен быть третий человек. Нет, у нас третий человек. У нас будет третий человек, водка не тянет. А у вас, значит, будет составить административный протокол. Составляйте протокол. Хорошо. Нарушитель не согласен с инспекторами. У нас так все безопасно. Видите, все в жилетах. Никого нету. Вода свободная. Но сотрудники ГИМС непреклонны. На затылке глаз, как известно, нет. А за человеком наблюдать нужно обязательно. Потому что, мало ли, он упасть может или еще зацепиться за что-нибудь. Поэтому он всегда должен быть наблюдающий человек за буксиром. Людям проще оплатить, на самом деле, 300 рублей штрафа и поехать дальше кататься. Изнывающие от жары горожане ведут себя, как беспечные подростки. А между тем, необдуманные поступки на воде приводят к столь же плачевным последствиям, что и беспечность на автодорогах. Надежда Трифонова, Сергей Власов. Информационная программа «День». Уважаемые телезрители, смотрите в понедельник, 8 июля, праздничный выпуск программы у нас в гостях. В День семьи, любви и верности к нам в студию придут супруги Андреевские, прожившие в браке 55 лет. Начало в 20.00. На этом выпуск новостей подошел к концу. Нас также можно смотреть в онлайн-эфире на сайте www.tvm.ru. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи.